Многие знаменитые гости программы Корчевникова «Судьба человека» замечали, что ведущему становится все тяжелее разбирать речь собеседника, ему помогают в этом сразу несколько человек, некоторые реплики Борис читает со специальных экранов и постоянно прислушивается. Пять лет назад генеральным продюсеру телеканала «Спас» удалили очень редкую доброкачественную опухоль в голове, с которой, как выяснилось позже, можно было жить спокойно еще много лет. После операции телеведущего, по его словам, качало еще три недели, хирургическое вмешательство прошло не слишком удачно и потерю слуха не остановило. Накануне запуска своей новой передачи «Святые целители» Борис признался, что однажды стал свидетелем чуда, Господь на его глазах исцелил парализованного человека. Корчевников рассказал, что принимал участие в соборовании у мощей святого Василия Острожского в православном храме в Черногории. В тесную пещерку вместе со всеми тогда вошел молодой человек, которого год назад внезапно парализовало ноги, оказались практически обездвижены, а причину этого доктора назвать не могли. Во время молитвы Ивица, так звали больного мужчину, вдруг встал и простоял всю длинную службу целиком, а после окончания соборования вышел из храма самостоятельно, его костыли несли рядом друзья. По словам ведущего, он тут же схватился за смартфон, чтобы снять чудесное исцеление на видео, Ивица шел сам, хоть и медленно, хотя несколько часов назад еле переставлял ноги на костылях. Произошедшее поначалу вызвало в Борисе, который тоже просил у святого исцеления, чувство досады, и он задал священнику, который приехал вместе с ним, вопрос, батюшка, почему Бог его исцелил, а меня нет? И батюшка ответил мне так тонко. Возможно, это все произошло с несчастным Ивицей и для меня. Знаете, вот Бог иногда показывает, что ему ничего не стоит выполнить просимое, совершить чудо, но не со всеми оно происходит, сказал ведущий. Субтитры создавал DimaTorzok